Перешли на светлую сторону. Жителям сразу нескольких улиц теперь будет не страшно ходить на работу. В рамках проекта главы «Светлый город» завершается монтаж опор освещений на улице Куйбышева. Фонари появились на участке дороги от хлебокомбината до Нижегородской. Сегодня с инспекцией здесь побывал глава округа Евгений Рычков, который оценил масштаб проделанных работ. Еще день-другой на улице Куйбышева. Ночью будет светло, как днем. Рабочие завершают монтаж оборудования. В короткие сроки, фактически за неделю на участке от хлебокомбината до улицы Нижегородской, были установлены 18 опор освещения. Проделанную работу сегодня оценивает глава округа Евгений Рычков. Замечает небольшие недочеты. Вот сейчас проехали, уже заметил, что около проходного хлебозавода, около других интернет-радиных зданий, в этих участках надо дополнить светильники и сделать более комфортное освещение. Основные работы в рамках проекта главы «Светлый город» на этом участке будут закончены до конца недели. Проходящих мимо жителей перемены к лучшему и светлому уже радуют. Ведь раньше по темной улице было страшно и ездить, и ходить. Ни одного фонаря здесь никогда не было. Теперь все изменится, говорят горожане. Прохожих будет лучше видно, и какие-то детали водителям будет больше заметней. Ну и пешеходный тоже. Светло будет почти как днем. На участке установлены новые столбы и современные светодиодные светильники. Улица Куйбыш одна из немногих таких магистральных, неосвещенных улиц в городе, которая осталась после основного этапа работы по светлому городу. И я обещал, что эта улица также будет освещена, потому что большое количество машин здесь проходит. Поэтому мы вот так в три этапа это обещание выполняем. Недавно мы осветили участок от Льва Толстого до Куликовой улицы. И сейчас идут работы на участке от улицы Держинского до Хлебзавода. В планах администрации установить опоры освещения на всей улице Куйбышева. Последние темные пятна на дорогах Мурома поэтапно исчезают. Елена Радужина, Александр Басуков, Новости Муром. Продолжение следует...